Приветствую вас, драгоценные мои люди! Любовью Господа Иисуса Христа, я Максимов Максим, и это прямой эфир, самый что ни на есть прямой эфир. Мир вам, драгоценные! Приветствую всех из Дома Веры, из общины Дом Веры, приветствую всех тех, кто смотрит меня по Сианеллу. Я хочу сказать всем, кто смотрит меня по Сианеллу, что у нас есть интернет-община Дом Веры, и хотел бы пригласить вас присоединиться к нашей интернет-общине. Добро пожаловать, дорогие мои, добро пожаловать в нашу интернет-общину. Сейчас на экран выведут веб-сайт, это наша интернет-община, чтобы вы видели, где она у нас находится. Нас найти очень просто, домверы.ру, и эта община у нас находится там. Мы собираемся каждый день, кроме субботы и понедельника. У нас суббота, понедельник, выходные, а все остальные дни мы собираемся вместе. Поэтому, пожалуйста, проходите на сайт. Прямо сейчас вы можете пройти, это прямой эфир. Хотя, если это запись, уже в YouTube, вы уже там никогда не пройдете. Но мы в это время собираемся, даже не знаю, как сказать в это время. Короче, в домверы.ру зайдите, и вы узнаете, через сколько начнется прямой эфир, если это запись. Но сейчас это прямой эфир. Сегодня у нас какое-то число? Вторник, да? 8 сентября. Потрясающее время. Вы знаете, в это время закончилась, по-моему, Вторая Мировая Война. И, кстати, 1 сентября она началась. И вот эти сентября вообще такие трагичные события происходят. Сегодня я хочу говорить о вас. Как и всегда. Говорить о вашем возможности, о ваших потенциалах. О том, что Бог хочет сделать в вашей жизни. Дорогие мои, я стучусь в каждое сердце. Бог хочет что-то сделать. Как бы мы ни крутили, Бог желает что-то сделать в твоей жизни. Что-то хорошее, благословенное. Что-то прекрасное. Что-то наполненное светом, любовью, помазанием. Бог хочет что-то сделать славное. И я вдохновляю вас, дорогие мои, искать лица Господни. Я вдохновляю вас смотреть на Господа. Я вдохновляю вас изучать Писание. Я вдохновляю вас приближаться к Господу. Внутри вас заложен потрясающий потенциал. Внутри вас заложена потрясающая сила. Внутри вас заложена ДНК. Знаете, когда говорят ДНК, что я имею в виду? Это код или еще что-то. В действительности, внутри вас есть что-то мощное. Ты не создан для поражения. Ты не создан для уничижения. Когда Бог смотрит на нас, Он закладывает в нас что-то особенное. Я взял сейчас зерно. У меня есть пару куриц, домашние животные. Я взял зерно куриное. Вот обычное зерно. Я взял зернышки. Это, конечно, для них шоколад. Мы обычно другим кормим. Но иногда даем им такую радость. Обычное зерно, это живое зерно. Если я создам благоприятные условия, оно прорастет и вырастет колос. Вот маленькое зерно. Я даже не знаю, как вам показать. Но я попытаюсь вам показать, чтобы вам было видно. Малюсенькое, малюсенькое зерно. Вот эта камера у нас работает, наверное, видно. Вот малюсенькое. Видно там малютка такая. Вот зерно. Обычное пшеничное зерно. Самое, что мне нравится, это обычное пшеничное зерно. Это зерно, оно сыплется. Кстати, его можно поесть. Наверное, точно. Обычное зерно можно есть. Вы никогда не сырые зерна сживали? Не очень приятный вкус. В хлебе, наверное, поприятнее. Так вот. Здесь лежат зернышки. Маленькие семена. Внутри них заложена жизнь. Они лежат у меня в мешке. И они не прорастают. Они не размножаются. Они не увеличиваются. Они не растут. Они просто ждут. Они просто ждут своей участи. Они просто ждут своей судьбы. Очень интересно, что вот это зерно, которое у меня здесь сейчас находится, это зерно имеет две судьбы. Один вариант. Я брошу в сад, и оно начнет расти и прорастет. И вырастет. И наберется колоса. Второй вариант. Я никуда не брошу. Я просто оставлю его, как есть. И отдам курям. Его куры склюют. Вы знаете, когда я был маленький, я очень любил жёлуди. Рядом с моим домом. Вообще в Алма-Ате очень много дубов. И вот я жил на улице Мира. Были большие дубы. Такие там, я помню, Мира и Маметова. Я жил на улице Мира, угол Маметовой. И вот там дубов было много. И вот, вы знаете, когда осень идешь, вот эти жёлуди лежат. Они разных размеров. Ну вот такого примерно размера жёлуди. И они, их пинать приятно. Так идешь, как запулил его. И он улетел. Если хорошо запулил, плохо запулил, он плохо полетел. И вот я помню, у ребенка мы ходили, мы собирали жёлуди. Полные карманы жёлудей наберем. Зачем собирали? Не знаю. Ну обкидывались ими, кидались, носили. Было очень интересно. Очень интересно на эти жёлуди смотреть. И как они. Для нас это казалось, это как бы потрясающе. Мы можем с этими жёлудями что-то сделать. Эти жёлуди, они такие классные. И они, когда их нагладили, они такие как полированные получаются. Знаешь, так Господь устроил эти жёлуди. И вот мы их туда-сюда гоняли, туда-сюда пихали. И однажды, помню, на природоведении в первом классе наша учительница Галина Григорьевна, она повела нас в этот парк. Там памятник Амальгинды, по-моему, стоит Иманово. И она привела нас в парк. И мы стали ходить между этими дубами. И она сказала, детки, посмотрите, пожалуйста, вот на эти маленькие дубки. И мы увидели, там малюсенький дубок, и у него там три листочка или два листочка. Маленький. И она говорит, вы знаете, что это из желудей выросло. И вот я впервые в жизни вдруг увидел. И я подумал, вот это из желудя выросло. Вот это дерево? Да. И оно может вырасти. И оно может стать большим. Оно может вырасти и стать огромным. А это дерево может стать большим и великим. Знаете, когда я смотрел на всю эту картину, я вдруг понял, ко мне пришло сознание. И мы там выкопали, посмотрели, как желудь, уже сгнивший желудь, корешки от него идут. И она показала, вот веточка идет. Я смотрел и подумал, вау! Как из желудя вдруг начинает вырастать дерево. Я спросил, и что вот из этой веточки вырастет вот такое дерево? Она говорит, да, если его никто не убьет, не сломает, не пнет, не затопчет, не вырвет, то тогда из него вырастет дерево. Если его защищать. Сначала его легко убить, сначала его легко сломать. Первые дни его легко, первые дни жизни легко сломать. Но когда оно начнет прорастать, начинаются самые сложные времена. Самое сложное начнется с желудем, когда он будет маленький, он такой уязвимый. Но чем больше он становится, тем менее уязвимый. Она говорит, очень легко сломать маленького. Но посмотрите, большое дерево. Кто-нибудь может из вас сдвинуть дерево? И мы все дети пытались толкать большое дерево, дуб. И мы поняли, что мы не можем ему с ним ничего сделать. Знаете, я смотрю на этот урок природовидения, очень похожий на нашу жизнь. Вначале мы как желудь. Маленький, незначительный, никчемный желудь. Мы ни на что не способны. И у нас нет будущего. У нас нет... Ну а что, какое будущее? Кто-нибудь пнет, кто-нибудь толкнет, кто-нибудь кинет, кто-нибудь в карманы забьет. Что со мной будет? Да ничего особенного. Моя жизнь обычная. Но стоит желудью попасть в благоприятную обстановку. Стоит желудью попасть в атмосферу. Вы знаете, в этой горсти семян есть огромный, огромный урожай. Поверьте, если из каждого этого семечка вырастет колос и из каждого зернышка вырастет 30-40 семян, там по-моему так, да? 20-30-40 семян. И их соберут, если каждый из них порастет. Вы знаете, что из этой горсточки на следующий год у нас уже будет мешок семени. Вот из этой горсточки мешок семян будет. Если создать благоприятные условия. Если создать благоприятные условия в твоей жизни. Если появятся благоприятные условия. Если вы сможете, если будут созданы благоприятные условия. Ваша жизнь радикально, однозначно изменится. Ваша жизнь будет совершенно другой. Вы вдруг обнаружите великий Божий потенциал. В тебе есть код или ДНК славы. Код силы, код благословения. Внутри тебя заложена мощь. Внутри тебя заложен потенциал невероятной мощности. Божьего благословения. Если ты спрашиваешь, где взять этот потенциал. Он внутри тебя. Тебе даже его брать не надо. Внутри тебя уже заложено. Заложено все. Внутри тебя уже спрятан. Бог положил. Дал тебе начало. Проблема? Проблема в том, что человек никогда не развивает. Или развивает очень редко. Человек надеется, что что-то случится. И он сможет развивать свой потенциал. Он сможет развивать свою будущность. Он сможет что-то начнет происходить. Если мы знаем о Божьем потенциале. Теперь мы должны понимать, что создание благоприятной атмосферы для нас. Для тебя желудь. Слушай меня. Желудь сюда. Желуди. Там сидите. Слушайте меня внимательно. Если вас положить в благоприятную атмосферу. И вы начнете прорастать. И первое время вас никто не сломает. Самая уязвимая жизнь христианина это первые шаги. Первые. Первые. Когда у него начинается бурный рост. Его легко сломать. Его легко выдрать из атмосферы. Его легко порвать корни. Ему легко оторвать листья. Когда же ты вырастешь великое дерево. Нужно оберегать, чтобы ты вырос великое дерево. И ты будешь как дерево, посаженное при потоках вод. Любой, кто только начинает свое путешествие, ему легко потерять себя и свой потенциал. Легко потерять свою будущность. Легко потерять призвание. Легко потерять. Самые уязвимые люди это люди, которые только пришли ко Христу. Вы знаете, когда люди только приходят ко Христу, их легко растоптать и сломать. Неправильные слова. Вы знаете, ребенок когда рождается, чуть-чуть застудился. Да просто урони его с высоты полметра и он погибнет. Когда вот такой маленький комочек лежит, его чуть-чуть урони и он погибнет. И все, жизнь... Он настолько беспомощен, он настолько прекрасен, он настолько беспомощен и настолько зависит от людей, которые вокруг него. Большинство потенциалов в вашей жизни не раскрыты по причине того, что люди окружающие вас не поддержали, не направили, не создали благоприятную атмосферу, не создали атмосферу благословения. Когда я родил ребенка в роддоме, жена помогала мне, и вот я держу ребенка, и вот там мне говорят, вы сюда его принесите, положите, и там специальная лампа какая-то светит. Я думаю, а зачем под лампу? А она говорит, ему здесь будет тепло, он будет чувствовать прохладу. Сейчас его тело дает влагу, воздуху. Он такого никогда не переживал, и ему нужно какого-то рода согревание. Я подумал, вау, как оказывается, как ему положили, ему стало тепло, и вот он плачет, там что-то говорит, даже писать начал, я помню. Только родился, сразу же описался. Не знаю, как это случается, но это случилось. И вот он сделал вот это, я смотрю на него, и я удивляюсь, думаю, надо же, какой маленький, в нем заложена жизнь. Будущие спортсмены, чемпионы, победители, герои, они лежат маленькие-маленькие, 3 килограмма весу, маленький желудь. И если создать благоприятную атмосферу, если человеку создать атмосферу, показать, что из тебя что-то выйдет, дорогое зерно, из тебя что-то выйдет, из тебя выйдет что-то великое и славное, тогда ты получишь благословение до избытка. Сейчас на экране вы видите наши сайты, вы можете, кстати, пройти и подружиться со мной во всех этих соцсетях, мои помощники помогают мне их вести, поэтому там не всегда я отвечаю, но если вы хотите мне что-то написать, в фейсбук пройдите, я буду очень рад послужить вам. Послушайте, дети Божьи, я верю, что внутри вас есть семена величия или потенциал Божьего величия, потенциал Божьей славы, потенциал Божьего духа, потенциал Божьего помазания, Божий потенциал спрятан в вас. Создание атмосферы благословения, создание атмосферы жизни, создание атмосферы тепла, защищенности, если создать хорошую атмосферу, ваша жизнь становится настолько эффективной, настолько могущественной, вы видите, как ваши движения становятся мощными. Не ограничивайте, вы царственность священства, народ взятый в удел, люди особенные, вы призваны, чтобы возвещать его совершенство, вы призваны, чтобы ходить в благословении. Я не говорю о том, что быть бедным это проклятие, нет, но с благословением бедности трудно жить. Один сказал, ну что, ты считаешь, что быть богатым это быть духовным? Нет, я так не считаю. Я не считаю, что если ты успешен, благословен в вхождении с Богом, в финансах, в молитвах, это значит, что ты ушел от благословения, которое называется бедность. Бедность, не знаю кому как, но бедность не является благословением, она ограничивает людей, она делает людей, быть бедным можно, быть бедным и верующим это хорошо. Ну знаете, один сказал, говорит, конечно деньги зло, но даже не деньги, а сребролюбие, как же он сказал? Он говорит, что любые трудности переживаются гораздо легче, когда у тебя есть финансы. Если у тебя нет финансов, еще приходят трудности, тогда вообще плохо. Поэтому, если говорить о финансах, финансы это возможности, финансы это ресурсы, это бензин в твоей машине. Можно ли ехать на машине без бензина? Можно. Если ты будешь ехать с горы, и если сзади будет несколько человек тебя толкать, можно ехать. Но в жизни благословение это как бензин в машине. Если есть бензин, ты можешь ехать. Нет бензина, ты не можешь ехать. Как бы ни было комфортно в твоей машине, как бы ни было удобно. Поэтому, когда мне кто-то говорит, что можно ездить без финансов, ну, Бог так устроил. Он сказал, за все отвечает серебро. Любое событие хочешь, любой грандиозный проект, необходимо, чтобы были финансы на решение этих вопросов. Внутри тебя заложено процветание и благословение. Изнутри исходит. Источники жизни изнутри. Не деньги – источник твоей жизни. Послушайте, возьмите у человека, заберите финансы, если он богатый. Они снова к нему придут, потому что внутри него источник заложен. Те же люди, которые бегают за деньгами, делают потрясающую ошибку. Они не открывают внутренний источник. Они ищут внешний источник. Если ты сбегаешь за финансами и думаешь, где-то здесь лежат финансы, дорогие мои, вы направляете ноги не в том направлении. Вам необходимо, необходимо направить ноги ко внутреннему, внутри человека, внутри сердца твоего источники. Твое благословение, твои возможности, твой рост, процветание, благодать, благословение, они находятся внутри тебя. Не позволь, здесь Александр пишет, на лошади, на лошадях. Абсолютно. Давайте ездить верхом, не будь конем. Когда из тебя обстоятельства делают коня и заставляют двигаться, ты должен бежать, чтобы догнать обстоятельства, ситуацию догнать, то тогда ты становишься конем. Не нужно быть конем для обстоятельств. Вы – желуди с потенциалом великих деревьев. Когда смотришь на маленький желудь, смотришь на него, его может съесть свинья, его может пнуть пацан. Но если этот желудь окажется в каком-то потрясающем месте, если этот желудь окажется в благоприятных обстоятельствах, если этот желудь окажется в месте воды, в месте роста, этот желудь станет великим, могучим дубом, деревом. И он уже потом создаст другие миллионы желудей. Внутри тебя весь Божий потенциал. Внутри тебя заложена мощь Божья. Создавайте благоприятную атмосферу. Что необходимо для моего духовного роста? Что необходимо для меня, чтобы возрастать в Боге? Что необходимо мне для утверждения и для распространения Божьего Царства? Что я могу предпринять? Что я могу сделать? Какие слова мне говорить, чтобы мне возрастать? Как мне искать? Как мне созидать? Как мне творить? Как мне делать Божью работу? Каждому из нас предстоит ответить на эти важные вопросы. Внутри тебя есть потенциал. Внутри тебя есть мощь. Внутри тебя есть благословение. Не нужно искать их на стороне. О, может быть там где-то благословение. А может быть там Иисус. А может быть здесь, внутри тебя. Господь живет в твоем сердце. И когда мы говорим раскрытие потенциала. Раскрытие потенциала. Иисус говорит, я есть Альфа и Омега. Откройте, пожалуйста, Библию. Это будет Библия. И я попрошу вас, откройте, пожалуйста, откровение. Книгу Откровения, первая глава, восьмой стих. Вот там, по-моему, написано. Еще раз приветствую всех тех, кто смотрит меня через Дом Веры. И здесь Антон пишет. Пусть не засохнут наши источники. Аминь. Ваш источник в Боге. И если вы возле реки, река не пересохнет. Откровение 1.8. Даже так, давайте. Откровение 22 глава, 13 стих. Я есть Альфа и Омега. Написано 1.8. И Откровение 22 глава. Написано так. 13 стих. Я есть Альфа и Омега. Начало и конец. Первый и последний. Надеюсь, у вас там это все видно. И вы сейчас видите на экране. А я не слежу просто. Я есть Альфа и Омега. Начало и конец. Первый и последний. Когда Господь говорит, он есть начало и он есть конец. Многие люди, когда начинают, они не заканчивают. Они вроде начинали рост, начинали утверждаться в Боге, начинали расти. Но они не заканчивают. Они начали, но не закончили. Они начали, но не пришли. Они начали, но не завершили. Я есть Альфа и Омега. Начало и конец. Первый и последний. Иисус говорит, я есть начало и конец одновременно. Вот раньше Бог был со мной, а сейчас нет. Нет. Господь и начало и конец. Вообще, я бы хотел говорить на тему, заканчивая сильно. Откройте, пожалуйста, Экклесиаста. Экклесиаста. Это Старый Завет. Книга после притч. Экклесиаста, 7 глава, 8 стих. Пожалуйста, откройте вместе со мной. Здесь написаны такие слова. Конец. Экклесиаста, 7 глава, 8 стих. В Старом Завете. Найдите, пожалуйста. Конец дела, окончание дела, завершение дела, конец дела лучше начало его. Когда вы подходите к концу, конец дела важнее, конец дела более значимый, конец дела важнее начало. Многие люди начинают, но никогда не завершают. Бог дал желудью начало, но чтобы из желудя выросло великое дерево, необходимо, чтобы был конец. Экклесиаста, 7, 8 говорит, конец дела лучше начало, окончание лучше. Когда мы говорим об этих вещах, об окончании, послушайте меня, послушайте меня, дорогие мои. Окончание. Многие люди сдаются, не закончив. Многие люди начинают вроде расти, но они не заканчивают. Они не заканчивают то, что они начали. У них вроде все классно пошло. Рани рванули вперед. У них движение пошло. Но не пришел конец. Они не завершили. Знаете, когда мы говорим об успехе, успех это не просто быть зерном, стать я зернышко. Нет, и зернышко, чтобы вырос плод, чтобы плод был пребывающий. Конец дела. Я обращаюсь сейчас к каждому из вас. Дорогие мои, нам необходимо с вами научиться понять, познать. Следующая вещь, что заканчивать, заканчивать, каждому из нас необходимо. И нам нужно научиться делать окончание дела. Когда мы говорим, я в Божьем потенциале, теперь этот потенциал должен раскрыться. Ну и что, что ты желудь в кармане носишь? Ну и что, что ты полированный желудь в гербарии сидишь? Нет. Из гербария ты никогда не вырастешь. Но на меня все смотрят и говорят, какой потенциальный желудь. А что толку? Возьмите самый захудылый, захудышный желудь. Есть такие толстенькие желуди, красивые. А есть захудалые желудь. Ничтожные. Эти желуди толстенькие такие. Они говорят, ой, вы такие захудалые, вы такие глупые. А мы такие настоящие желуди. Но возьмите самый захудалый, самый никчемный желудь. создайте благоприятное условие и самого захудалого, ничтожного желудя вырастет нечто великое, огромное и потом, когда этот пузатый желудь придет и посмотрит на твой дуб и скажет, ого, кто это? А ты там скажешь, это я захудалый желудь он скажет, как это так? Я же такой пузатенький красивый, полированный желудь, я же такой классный желудь как это так? Ты такой великий и большой все очень просто, не имеет значения какое у тебя там начало, конец дело важнее любой желудь, кому-то больше, кому-то один талант, кому-то пять талантов, кому-то десять талантов, самое важное чтобы ты пустил свой желудь, Иисус рассказал эту притчу о талантах одному царю ходя дал таланты, одному там пять талантов, другому там два таланта, третьему один талант, там или разные десять талантов, пять талантов, один талант вы знаете, первый пошел и второй пошли, и они взяли свои таланты пустили в оборот, и предприятия организовали, какие-то заводы открыли, я не знаю, что они сделали но они стали прокручивать и когда вернулся царь, они пришли и говорят царь, я взял твои деньги я их пропустил через систему через торговлю, через предприятие и я пришел с прибылью вот другие пять талантов это уже не твои пять талантов эти пять талантов я провернул прокрутил, я из них сделал доход и вот я тебе прихожу с доходом твои пять талантов принесли другие, твоя желудь, которые ты метал, принёс другие желудь, вот они вы знаете, при этом осталось предприятие Остался заводик, который продолжал, свечной заводик, делать свечки. Заводик продолжал лепить, я не знаю, что там за заводик у них, кирпичный заводик, продолжал делать кирпичи. Но они вернули беспроцентный кредит. Когда мы смотрим на того, кто пришел с одним талантом, у меня один желудь, у меня еще там желудь, хозяин. Я его зарыл, спрятал, вот в гербарий положил, на, забери его обратно. Человек, разве ты не должен был использовать, разве ты не должен был направить, разве ты не должен был сделать что-то со своей жизнью, разве ты не должен был использовать свою жизнь, разве ты не должен был создать движение, разве ты не должен был, я обращаюсь сейчас к каждому из вас, дорогие мои, разве ты не должен был создать Божье дело. Разве ты не должен был? Когда ты начинаешь искать оправдание, ну знаете, если бы мне повезло так, как и другим повезло, вот других такое благословение было, вот другим было легче. Да, я понимаю, ты находишь оправдание в своем бездействии. Но почему бы тебе не найти хотя бы одну причину для действия? Хотя бы одну причину, почему ты движешься? Хотя бы одну причину, почему ты что-то делаешь? Дорогие мои, я обращаюсь сейчас к каждому из вас. Возьмите ваш желудь. Ты скажешь, я чувствую себя как желудь. Я такой гладенький, я такой хорошенький, я такой полированный, я такой наглаженный. У меня такая хорошая шляпка. Знаешь, в желуде шляпка такая есть. Я такой в шляпке желудь. Я все понимаю. Ты просто гениальный. Но знаете что? Если вы хотите увидеть мощь, желудь сам по себе, это маленький пузанчик, но желудь, который оказался, упал в землю, вырос, пророс, поднялся. Решать не начало, а конец. Многие из нас, многие из нас, многие из нас, я так хочу сказать. Однажды Карл Гусов проповедовал и сказал такую вещь. Говорит, вы знаете, что вы победители. То, что ты родился, ты победитель. Он говорит, я видел передачу, как миллионы сперматозоидов боролись за то, чтобы оплодотворить яйцеклетку. И только ты, ты пробился среди миллионов. Ты был единственным первым победителем. В забег среди миллионов ты оказался победителем. Ты оказался тем, кто добился. И когда я так посмотрел, я подумал, ну я нехило там. Он говорит, ты, вы нехило посражались. Там такая атака была, и ты победил. Когда я смотрю на это, я уже понимаю, что я уже победитель. Но решать не начало, не первая победа, а решает, продолжишь ли ты, сможешь ли ты дойти до конца. Дорогие мои, я обращаюсь сейчас к каждому из вас. Особенно обращаюсь к общине Дом Веры. Дорогая община Дом Веры. Кто там сейчас сидит в интернете. Я хочу вдохновить вас. Я сильнейший, пишет кто-то. Слава пишет, аминь. Татьяна, Евгений. Спасибо, пастор Максим, за проповедь. Очень интересно. Спасибо вам. Лариса Сбершева тоже пишет, аминь. Слава Богу. Вы знаете, дорогие мои, вот сейчас я вижу все ваши комментарии. Вот то, что вы там сейчас пишете, строчите. Пусть Бог благословит вас. Вы знаете, я хочу вдохновить вас к победам. Я хочу вдохновить вас к сражению. Сражайтесь, боритесь, побеждайте. Ангелина из Греции говорит, это огромная борьба. Вы потенциал Божьей славы. Но единственное, чего вам не хватает, благоприятные условия. Создавайте благоприятные условия для вашего роста и развития. Создавайте благоприятные условия. Создавайте условия, при которых вы будете возрастать. Будете сражаться не с мельницами, а будете сражаться с Голиафом. Вы знаете, Давид оказался в очень негативных условиях. Отец и мать отвергли его. И он оказался один. Пастушок и лев приходил, и медведь приходил. Он сражался с этими зверями. И вы знаете, когда он молился, побеждал. Ну что может пастух? Пастух может петь и найти Бога. Пастушок Давид пел и нашел Бога. Пастушок Давид нашел Бога. Имея всего лишь ничего, он нашел отношение с Богом. И раскрылся его великий потенциал. Потом, когда он уже был помазан, но Саул все еще царствовал. И когда он пришел на сражение, Давид взял камешек и победил Голиафа. Его потенциал раскрылся. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Я говорю, благословение над вами. Благословляю вас во имя Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь. Да откроет окна небесные. Да явит славу свою. Да изольет от Духа своего. Да коснется вас Господь. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Я благословляю, чтобы ваш потенциал был раскрыт. Который Бог заложил. Величие, славу, могущество. Благословение. Именем Иисуса Христа. Я говорю, благословение над вами. Провозглашаю благодать Божию. Силу, славу от Духа Святого. Да благословит тебя Господь. И сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим. И помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя. И даст тебе мир. И все скажем. Аминь. Благословляю вас. Дорогие. Когда я смотрю на вас. Я вижу, что вы из разных мест. Кто-то из Москвы. Кто-то из Украины. Кто-то из Алматы. Кто-то из разных мест. Я вижу, вот Юрий Богачев пишет из Московской области. Дорогие мои. Я понимаю, что вы как маленькие желуди. Но если смотреть на желудь, как на желудь. Вы правы, это желудь. Но если смотреть его потенциал. Мы видим огромные, великие деревья. Когда я смотрю на вас. Можно видеть всего лишь. Всего лишь желудей. И сказать, да это желудь. Это не что. Это что? Это зерно. Но если я посмотрю. И увижу чуть больше. Я увижу огромный потенциал Божьей славы. Божьего духа. Божьего помазания. Я увижу. Я вижу огромный потенциал. Я хочу поблагодарить вас. За то, что вы делитесь своим потенциалом. Помогайте нам. Расширять Евангелие. Ваши десятинные приношения. Помогают нам прийти в самые дальние уголки земного шара. Сейчас вы видите меня. Потому что кто-то поддерживает наше служение. Кто-то участвует. Кто-то финансирует. Благодаря таким людям, как вы. Мы можем продолжать Евангелие распространять по всему улицу земли. Я благословляю вас. Благодарю за партнерство. Благодарю за ваши десятинные приношения. Я себе ничего не беру. Мне не надо. Бог меня благословляет. Но ваши финансы, они идут для проповеди Евангелия. Пусть Бог благословит вас. Ценю, дорожу вами и благословляю. Особенно моим постоянным партнерам. Знаете, есть такие эмоциональные партнеры, которые иногда раз, что-то дадут. А постоянным партнерам, которые на постоянной основе поддерживают, участвуют, которые на постоянной основе финансируют Божье дело. Это люди с большим потенциалом. Вы начинаете и кончаете хорошо. Не начало только, но конец. Конец лучше начала. Когда вы пройдете весь путь. Не останавливайтесь. Не останавливайтесь. Продолжайте делать Божье дело. Я благословляю вас. Ценю, дорожу. Наш эфир подходит к самому концу. У нас остаются последние секунды. У меня еще остается несколько секунд. И в конце я хочу сказать. Мы встречаемся каждый день здесь с вами. Кроме субботы и понедельника. Да благословит вас Господь. Да поддержит вас. Хранит вас Господь. Всем пока. Встретимся завтра. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Продолжение следует.